Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2596. Как вы расцениваете феномен христианских сект, которые распространены повсюду, особенно в США? Отвечает Патриарх Алексей II. Как известно, секты существовали всегда, даже в отдаленном прошлом. И во все времена они пользовались определенным влиянием на людей. Из всех христианских конфессий именно для протестантизма наиболее характерно разделение на множество различных направлений. Сама природа протестантизма, основанная на принципе свободного толкования священного писания каждым верующим, как бы провоцирует возникновение все новых и новых сообществ. Иногда в результате такого деления возникают группы, которые только именуются христианскими, но не имеют в себе ничего христианского с точки зрения древней апостольской традиции, а зачастую и прямо противоречат ей. Именно такие группы мы именуем сектами. Американский протестантизм имеет свои особенности. В Соединенных Штатах появилось само понятие деноминация, потому что господствующих государственных церквей там не было. Общеизвестно, что первоначально сама эта страна образовывалась по конфессиональному признаку. Тот или иной штат соответствовал определенной деноминации. В США возникли и совершенно новые религиозные сообщества, многие из которых вполне заслуживает название «секта». Неудивительно, что подобный процесс продолжается в настоящее время, который отмечен духовным кризисом во многих странах Запада, когда размывается правильное представление о едином истинном Боге и о человеке, как творении Божьем призванном исполнять его волю. В этих условиях активизируются, так сказать, старые и давно известные секты и возникают новые религиозные движения, которые пытаются пересмотреть всю систему христианских ценностей, ищут мировоззренческую основу в восточных религиях и даже обращаются к оккультизму и сатанизму. «Задача церкви состоит в том, чтобы открыть истину Христову адептам этих сект новых и старых, помочь им открыть для себя глубину и красоту подлинной христианской традиции». Конец цитируем. «Отвечает Игнатий Лапкин. Одним словом объяснить можно это явление. Не учили, и народ разбрелся. Нужно было учить и учить по толкованию святых отцов. Но даже сегодня этим более всего не желают попы заниматься. Толку-то от твоих грамотностей, если это всего лишь фикция от горелой остовой печи. Ты мог не допустить подобного, мог учить, но и учить нужно в послушании церкви». Книга пророка Иезекииля, 34 глава, с 8 по 11 стихи. «Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей у всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. «Вот я над пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастырей пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Ибо так говорит Господь Бог. «Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Овец моих… saving